Это обеспечивает надежность полета мяча. И наконец, снова о работе ног. В настольном теннисе есть отличный принцип. Первый играет голова, вторым ноги, третьим рука. Это означает, что сначала надо оценить мяч, который летит к тебе, затем обязательно подойти к нему и только потом, наконец, сыграть рукой. Следующий удар, который мы рассмотрим, называется накат справа. Атакующий удар справа является наилучшим способом проведения мощной, острой атаки. Этот удар позволяет выполнить широкий, практически ничем не ограниченный замах и вложить в удар массу тела. До удара спортсмен занимает развернутую позицию. Левая нога несколько впереди. Носочек левой ноги повернут в сторону. Развернуты плечи. Правое плечо отведено несколько ниже, чем левое. Именно не левое поднято, а правое плечо опущено. Удар по мячу наносится согнутой в локте рукой. В момент контакта ракетки с мячом происходит окончательное сгибание локтя, что позволяет предплечью максимально вложить скорость в удар по мячу. Вес тела равномерно переносится со стоящей несколько сбоку и сзади правой ноги на впереди стоящую левую. У левшей вес тела переносится с левой ноги на правую. Так же, как и накат слева, накат справа наносится по восходящему мячу или в высшей точке полета мяча. Очень важно следить за тем, чтобы удар по мячу наносился несколько справа и обязательно впереди себя. Для этого не надо очень сильно отводить предплечье назад для замаха. Принцип игры рукой сохраняется. Плечо подводит ракетку к мячу. Предплечье придает скорость. Кисть направляет мяч. При этом кисть не надо сильно изгибать относительно предплечья. Необходимо расслабить предплечье и кисть. Движение должно быть точным и быстрым. Это увеличивает надежность наката. Для занятия правильной позицией при игре справа существует образное правило. Представьте себе, что линия полета мяча проецируется на полу. Чтобы правильно подойти к мячу, надо наступить на эту линию ближней ногой. У правшей эта нога правая, у левшей левая. Надежное усвоение игры накатом справа крайне важно еще и потому, что он является подводящим элементом игры для отработки правильной техники топ-спина справа и завершающего удара справа. Эти удары имеют решающее значение при атакующих действиях в современном настольном теннисе. Поэтому на тренировках начального периода обучения ему отводится достаточно большой объем времени. Именно при отработке наката справа начинающие спортсмены учатся атаковать. Обратите внимание, при правильном замахе рука с ракеткой опущена несколько ниже локтя. После удара по мячу локоть находится значительно ниже ракетки. Положение этих двух точек до и после удара, положение ракетки по отношению к локтю, позволяет правильно оценить технику удара по мячу. И последнее, это перенос веса тела, состоящий сзади ноги, настоящий впереди. Чем сильнее удар по мячу, тем шире стойка наносящий удар, и тем, соответственно, шире перенос веса тела. Вот мы и подошли к элементу, без которого не мыслим современный настольный теннис. Топ-спину справа. При выполнении этого удара, ракетка, как правило, движется со скоростью близко к максимальной, что позволяет придать мячу сильное верхнее вращение. Все остальные принципы удара таковы же, как и при накате справа, но при замахе ракетка опускается несколько ниже. Удар по мячу наносится более тонко, за счет накладки, а ноги глубже садятся под мяч. Основное отличие от наката состоит в том, что топ-спин выполняется со значительно большей скоростью. Соответственно, вырастает и скорость передвижения, так как мяч летит куда быстрее. Для придания наиболее сильного вращения, надо постараться вложить всю скорость сгибания локтя в мяч, то есть не сделать удар размазанным. Надо играть мяч с максимальной скоростью. В отличие от плоских, то есть ударов без вращения, таких как откидка, накат, топ-спин позволяет мощно атаковать даже с мячей, которые находятся значительно ниже линии стола. Появление этого технического приема выглядело довольно интересно. После 25-го чемпионата мира по настольному теннису, японские игроки для противоборства молниеносным атакам китайских спортсменов и подрезкам европейских игроков оклеили ракетки толстой губчатой резиной и создали на основе обычного наката новый технический прием топ-спин – удар с сильным верхним вращением мяча. В июне 1960 года японские игроки впервые применили топ-спин против венгерской и югославской команды и добились успеха в игре. В то время его называли секретным оружием японских теннисистов. Сейчас топ-спин является одним из самых распространенных приемов игры в мире. Выполнение сильного топ-спина справа невозможно без идеальной работы ног. Обратите внимание, ноги работают в унисон с рукой. Вместе с замахом ракетки начинают сгибаться колени. Рука играет вместе с ногами. Перенос веса тела с правой ноги на левую. Невозможно придать сильное вращение, играя одной рукой. От слаженности действий зависит успех. При этой съемке очень хорошо видно, как теннисист выталкивается глубоко стоящей сзади правой ногой на несколько стоящих впереди левой, тем самым помогая сыграть рукой. Для нанесения сильного удара вовсе не надо сильно выпрямлять руку. Наоборот, идеальным считается угол сгиба локтя примерно 90-105 градусов. Именно из такого положения локоть сгибается максимально быстро, а значит, мячу придается большее ускорение. Тактическое применение топ-спина крайне разнообразно. Он применяется для начала атаки, для перехвата инициативы. Тактический топ-спин в разных ситуациях несет разные функции. Быстрый, навесной, зависающий, боковой. Навесной топ-спин для выхода в основную позицию. Быстрый, для увеличения скорости полета мяча. После топ-спина легко провести прямую атаку. Острый удар. Так же, как и при накате, ракетка в начале удара не должна быть наклонена вперед. При большом наклоне ухудшается зрительный контроль. Большой наклон ракетки эффективен только при очень быстром и мощном топ-спине. Обратите внимание на действие не игровой руки. Она не просто безжизненно висит, а как бы продолжает удар. Является дополнением игровой руки. По мере роста мастерства, тренировке топ-спина придается все большее значение. Так как этот элемент является краеугольным камнем современного настольного тенниса. Надежное владение топ-спином справа возможно лишь при кропотливой ежедневной тренировочной работе. Причем такая постановка вопроса одинакова для всех. Начиная с олимпийских чемпионов и заканчивая самыми маленькими спортсменами. А теперь давайте посмотрим, как приходится отражать топ-спины защищающимися спортсменам. Этот удар называется подставка слева. Пассивный защитный прием. При этом ударе мячу не придается ни вращения, ни скорости. Но выполняется он, как правило, с полулета. И уже одно это оставляет у противника немного времени для дальнейшей атаки. Выполняется он без серьезного продвижения ракетки вперед. Без замаха и существенного поворота кисти. А следовательно и ракетки. Используется запас энергии, приданной мячу ударными действиями противника. Если вы обратили внимание, этот удар принимается над самым отскоком. Или по восходящему мячу. Угол наклона ракетки подбирается опытным путем. В зависимости от того, насколько сильно вращается мяч, который летит к вам. Чем сильнее вращение топ-спины, тем больше наклоняется козырек ракетки. Не давая тем самым мячу вылететь за 100. Как и все удары слева, этот удар наносится перед собой. Положение ног характерно для всех остальных ударов слева. Ноги параллельно столу. Вот здесь очень хорошо видно, как ракетка накрывает мяч. Высокая скорость полета мяча – важное условие техники подставки. Главное в технике подставки заключается в том, что удар выполняется по восходящему мячу. До выполнения подставки спортсмен.